Когда братья и сёстры, ребёнок взрослые, своему становится интересно общаться со своими родителями, с людьми взрослыми, более опытными. Так как родители, которые о своих детях заботятся, нередко зовут их себе, говорят, сынок или доченька, подойди, смотри, что я тебе интересное расскажу, покажу, чему я тебя могу научить. Поэтому до определённого возраста дети с нетерпением ждут возвращения своих родителей с работы. Вот когда подрастает человеческая душа, когда она становится способной принять призвание Божие, а это происходит в совершенно разном возрасте, может быть и в детстве, может быть и в годах предмога, вот когда душа сотревает до такого состояния, способности принять призыв, то от человека зайдись и услышал голос Божий, искать того, кто зовёт, или постараться сделать вид того, что ничего не произошло. И вот те, кто выбирает путь поиска Бога, да Бог, кто призывает Его к вечной жизни, нуждаются в компасе и в карте. Такому человеку нужна молитва и священное писание. И тем другим, руководствуясь, можно устремиться на поиски Невестного Отца. На этом пути есть незаменимый помощник. Это Церковь. Церковь накопила тысячелетний благотатный опыт. Поэтому имеет силы, имеет власть направить человека на правильный путь. Сориентировать его сердце и волю. И вот одним из таких важных указателей является та служба, которую мы совершали сегодня. Это служба заупокойная, вставая в родительские субботы. Родительские субботы – это значит, что мы подниминаем не только своих родственников, но и всех от века высовавших христиан, помогая в этой молитве друг другу. Молитва – это поиск Бога. Но молитва о покаянии – это не только поиск Бога, но это еще и продление, проявление и укрепление любви к тем людям, которые уже этот мир оставили. Эта молитва очень важна. Она дает большой опыт, который и в земной жизни человеку бывает очень полезным. Не надо думать, что подобные службы – это вот взять свечку, написать записку и отстоять ее, отмечать до конца. Что-то может принести на канал. А все остальное как будто бы произойдет само собой. Нет, само собой ничего не произойдет. Нет никакой магии заупокойных служб. От каждого человека, и от священника, и от тех людей, которые пришли помолиться, требуется молитва внимательная, собранная, нерассеянная и сердечная. Тогда возможны удивительные дела. Тогда и тем, кто этот мир покинул, будут прощаться те грехи, которые накапливаются в течение жизни. А если мы молимся о человеке праведном, то большая польза бывает каждому из нас, так как эти люди ближе находятся к престолу Божьему и могут податайствовать уже и в упрощении наших грехов, о нашем вразумлении, о нашем управлении на этом непростом жизненном пути. Спасибо, Господи. Благодарю всех вас за молитвы. Пожалуйста, внимательно смотрите за возможными изменениями в расписании. И напоминаю вам о том, что циркулярное письмо, которое мы получили на этой неделе по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, Петрополит Дионисий адресовал его всем настоятелям, клиникам, храмам, чтобы они знакомили своих прихожан с содержанием этого письма. Там говорится прежде всего о том, что люди с повышенной группой риска до 10-го числа полились дома. С повышенной группой риска относятся те, кому больше 65 лет, и те, кто страдает хроническими заболеваниями, список которых есть у нас на доске объявлений. А в четверг второе обращение нашего мэра было к москвичам, в котором есть абзац, который говорит о верующих. Он следующее нам сообщает, с пониманием, относясь к чувствам верующих, просят, тем не менее, до 14-го числа, уже до 14-го, карантин две недели, оставаться дома. Это уже отрисовано не только к людям из повышенной группы риска, но и ко всем тем, кто входит в храм. Так что давайте мы будем с вами соблюдать осторожность и хранить дисциплину, так как речь идет не только о нашей здоровье, не только о здоровье наших жизнях, но и о том, чтобы в храме продолжалась совершаться эвхаристия, чтобы храмы не закрыли в неопределенный срок. Еще раз благодарю вас за молитву, хранит вас Бог, ангел-хранитель всех людей, смех и зиму. Спасибо.